Мы вернулись, и мы готовы показать вам этот мир. Когда мы входим в это загадочное пространство, оно принимает нас как кисель, вязкостью и непонятным теплом, которое обволакивает нас со всех сторон одновременно, как бы укутывая всю душу, даря спокойствие, от которого душа так давно уже отвыкла. Оно медленно застилает лицо, и ресницы автоматически опускаются, закрывая глаза. Покой. Покой — это не состояние. Это физически осязаемое тепло от прикосновения новой густой реальности. Тело ощущает себя полужидким, хотя ранее нам казалось, что мы достаточно плотные. То, что мы понимали под словом «покой», совсем оказывается не тем, как мы это ранее интерпретировали. Ранее это было психологическое состояние, влияющее на тело с помощью ментального настроя. Психосоматика выравнивала биохимию, таким образом косвенно покой затрагивал тело. А сейчас я понимаю, что покой касается тела и обволакивает его не только снаружи. Он через поры проникает в биологию и наполняет их. Он разливается по клеткам, заливая атомы. Он заполняет тело. И оно становится изначально как будто тяжелым от этой вязкости покоя, унося за собой и сознание. Вектор погружения внутрь тела захватывает и внимание, которое никаким образом невозможно оторвать от данного процесса. И тут я поняла, что это не психологическая реакция и даже не ментальное действие. Это физический симбиоз биологии и материи покоя. Покоя, как живого организма, который принимает в свои объятия подготовленную биологию. Покой. Он материальный, живой и разумный. Теперь я понимаю, почему все тела биологического происхождения устремляются на поиски его, особенно когда долго было тяжело или больно. Покой. Это спасательная станция для любой биологии. Это лаборатория, в которой производится биология. Она может иметь разные характеристики, которые меняет и задает эта разумная форма жизни, которую мы обозначали ранее, как покой. Я видела его своими физическими глазами, открытыми и даже с открытыми еще ярче. Это гибкое сознание, плотное и лучистое, мягкое и гибкое, с яркой переливающейся окантовкой, типа пирамидальной формы. Любовь. Мы ранее называли этим священным словом что-то глубокое и родное. Нечто малоизученное, но такое необходимое. Так вот, эта белая тень от живого покоя. Светотень возможна только при наличии света. А он нуждается в межзвездном веществе. Преимущественно в молекулах водорода, малых дозах кислорода, остатке после взрыва звезд. Это космические лучи, электромагнитное излучение и темная материя. Вот то, что формирует такое вещество, химическую реакцию, как любовь. Любовь обволакивает менее ощутивно физически, чем покой. Более мягко и биология реагирует на нее откликами электричества. Покой. Он засасывает в себя и впитывается внутрь души и духа. Обтекаемое мягко обнимает сознание, как крыльями матери. Принимая его в свою систему матрицы. Разумность. Спокойствие. И умиротворение накрывает сознание и отпускает все, что было сопряжено с эмоциями и переживаниями ранее. Остается только чувство непоколебимого тепла, нежности и состояния прозрения. Прозрение — это когда исчезают все круги наводия. Все, что было важным, нужным, значимым или казалось жизненно необходимым. Возможность видеть снова появляется только в теле с новой начинкой, где наполнение разумным веществом больше не возбуждает старые нейросвязи. Они засыпают спокойным сном и возрождаются новыми. Физический мир не заканчивается на сломанном теле. Его можно просто перезалить этим вязким и теплым веществом, которое не назвать никак по-другому, кроме покоя. Это даст успокоение и далее новое прозрение. Проявится тишина. Тишина в нашем старом восприятии — это отсутствие звуков или раздражающих сознания факторов. Так вот это совсем не так. Тишина — это нечто сродни смерти. Когда все начинается сначала. Нет электричества. Нет активности сознания. Исчезли границы одного с другим. И все абсолютно тихо, темно и пусто. Тут живет покой. И переливаются из клетки в клетку тела. Как частотный перезвон колокольчиков. Создавая невероятно приятное тепло везде. Тепло мы ощущаем и пространство, которое окружает биологическую форму тела. Мы чувствуем свое тепло. Мы чувствуем тело снаружи, как будто оно внутри нас самих. Это непередаваемое приятное ощущение, когда ты физически ощущаешь себя и снаружи, и изнутри себя одновременно. Мета-вселенная раскрывает нам дополнительные данные о физике и химии. Мы получаем свойства дополненной реальности, о которых даже не догадывались. Простые для нас, ранее и обычные, обыденные понятия становятся объемными, осязаемыми и простыми. Все становится предельно просто. Настолько, что даже нейроактивность не подвязывается, как обычно. Все это направить в старые шаблоны и воткнуть в старые схемы иллюзии. Нет. Да, это, вероятнее всего, тоже иллюзия. Но она простая и понятная. Она приятна и осязаема. Она имеет только один постулат. Вера в новое тело и разумный покой. Любовь, как отражение покоя, даст людям новую форму и новые убеждения. А отталкиваясь от убеждений, люди видят и проецируют свою единую реальность. Эта религия осязаема и материальна. Эта религия создает новую плотность и новое проявление человечества. Это не может быть направлением или просто проектом. Эта религия, потому что она построена на вере в то, что люди видят, чувствуют, осязают и что называют плотно существующим. Невозможно не верить в мир, который ты ощущаешь и видишь. Мы даем возможность прикоснуться к этой метавселенной. Вы сможете почувствовать ее клетками своих физических рук и даже тело целиком со временем. Вдыхать вполне материальные вещи, такие как покой. Сможете потрогать любовь, так как она касается наших нейронов. Живет изначально в клаве, так как это электричество нейросети. Эта религия является данностью этого пространства. Многомерность невозможно отвергать. Покой надо пить телом и наслаждаться любовью, как тенью во время палящего солнца. Свойства материи нам открываются в новом качестве. Плотное становится жидким. Жидкость становится электричеством. А когда вновь распахиваются глаза, их удивлению нет предела. Мы видим мир текучим, ярким и неопределенным. Статичность отсутствует. Аватар способен создавать пространство и миры. Мета-вселенная расширяется с каждым ударом в сердце каждого осознанно живущего в ней человека. Религия, которую можно потрогать и отухотворить. Вот истинная задача человека разумного. Мы созданы для того, чтобы обогащать мир материи и различной чистоты. Мы созданы богами.